Дружеские отношения разных религий возможны. Это в очередной раз доказало спортивное действие, состоявшееся в столице Башкортостана. Православные и мусульмане сошлись в дружеском футбольном матче. На мероприятие, организованное Духовным управлением мусульман Республики Башкортостан, в качестве почетного гостя приглашен помощник управляющего Уфимской епархией отец Николай Субботин. Кубок по футболу Духовного управления мусульман Республики проходит в пасхальные дни, когда вся полнота православной церкви отмечает светлые дни, воскресенье Христова, Пасху. А первое, что исцеление болезней, это спорт. Только в здоровом теле может быть здоровый дух. Если болеет тело, то болеет и наша душа. Спортивный праздник с простым названием. Турнир на Кубок Духовного управления мусульман проходит в Уфе уже в четвертый раз. Традиционно он проводится весной. В текущем году в турнире приняли участие 22 футбольные команды, представившие не только Республику Башкортостан, но и Татарстан, Азербайджан, Туркменистан, Турцию. Ряд команд представили Уфу, две – Уфимскую епархию и Духовное управление мусульман. В таких праздниках, праздники спорта, праздники переменения, праздники общения, внесток свой хороший вклад в год, который был объявлен президентом нашей эстетики. Главное, международное и международное спокойствие. Подобные праздники помогают жителям многонационального Башкортостана сплотиться, подчеркивают представители администрации президента Республики. Спорт не только дает здоровье, но и помогает обрести новых друзей. Объединяет представителей разных религиозных конфессий, отмечают они. Праздник, который объединяет не только конфессии, но праздник, который объединяет нации, объединяет ребят, молодых, верующих людей. И сегодня от имени Совета по делам религии от руководства Республики разрешите пожелать вам доброго спортивного огонька, независимо, кто будет первый, чьи ворота больше забьется голову. Самое главное сегодня – это дружба, это успех. Победителям спортивного праздника вручены медали, кубки и ценные призы. Главный приз «Живой баран» достался команде, занявшей первое место. Он символизировал гостеприимство и щедрость мусульман. И напомнил об одном из главных мусульманских праздников – Курбан-Байраме, равном по своему масштабу православной Пасхе. Анна Аксенова, Эмиль Ахмадеев, Видеослужба Уфимской епархии.